Актер Меню – паровая рыба. Итак, а пока здесь cooking time. Ну как ты живешь, мамульки моя? Как ты живешь, как хорошо? Ну как я живу? Иди сюда, мамочка моя. Здравствуйте, милая. Наступает волнительный момент. Марина Анатольевна впервые пробует блюдо, которое сын приготовил собственными руками. Слушай, мамань. Да? Съедобно? Очень даже. Ну и правда, не хочется соли добавить? Абсолютно. Не правда? Ну все, теперь я знаю, какой я себе подарок куплю на Новый год. Пароварку. После обеда поход на рынок. Сыну не терпится рассказать маме, чему он научился. Например, про диету. Нам нужна капустка цветная, нам нужна брокли, морковочка. Все то, за что нам с Татьяной Владимировной походили. Это инжир. А на обратном пути сын учит маму правильно носить тяжести. Ведь она живет одна. Этому актера научила Светлана Мастеркова. Это элементарные вещи, но, тем не менее, их нужно соблюдать. Всем, у кого больная спина. Вот мы сейчас с тобой набрали продуктов. Я примерно на равной доле их разложил и несу. Казалось бы, мелочь. Но уже, в общем, щадит мою больную спинку. Во-вторых, кисти рук должны обязательно быть направлены вот таким образом. Кулачками. Вперед как бы, да? Кулачками вперед. Не вбок, а вперед, да? Да. Очень важный момент – это избавление от тяжести. Так же, как и поднимание. Когда мы придем домой, то ставить я эту тяжесть неимоверную буду сильно с прямой спины. Вот так. Вот так вот я положил, и точно так же я поднял. То есть в данном случае ни спины, моя поясница не страдает никак. Я тебе показал? Ну, показал. Вот ты запоминай. Вот так же мне показывай, я запоминаю. Ну, это как каждой матери, конечно, это нравится. Потому что каждая мать переживает за здоровье своего ребенка. Он поддерживает себя. И мне это очень нравится, что он так прекрасно выглядит. Это нравится не только маме, но и тренеру по синхронному плаванию. Последнее занятие. Александр уже уверенно держится на воде. А в чем-то он даже превосходит команду синхронисток. Тренер впервые хвалит актера. Девоньки, вот у Александра, вот я вижу вот это. Ты уже актер. Покрува, у нас тоже есть оценочки за артистизм. Не скажу, что я, конечно, становлюсь... Что я встал на путь олимпийского чемпионства, ничего подобного. Просто я себя чувствую лучше. Смог ли Александр укрепить мышцы спины? Он снова проходит тест со Светланой Мастерковой. Засекаю время. Поднимаем ноги, прямые держим. Восемь недель назад актер продержался всего 32 секунды. Минута 20. Смотри, бью рекорды. Свои личные. Молодец. А как я горжусь. Как мне, ты хорошо. Так под твоим руководством. Но это еще не все. Впереди решающие обследования. Саш, что самое основное изменилось за эти два месяца? За эти два месяца я получил главное знание. Получил ноу-хау. Я понял, как это все возможно. Когда тебе дают в руки определенные инструменты, и ты знаешь, что использовать инструменты ты добиваешься конкретного результата, вот тогда возникает желание двигаться в этом направлении. То есть вы поняли, что заниматься собой нужно здесь и сейчас, а не откладывать на будущее? Именно, именно. Здесь и сейчас. Саша, чтобы это ощущение у вас не пропало, я вам хочу сделать подарок. Доставайте. Ну, это не смешно и не актуально, Татьяна Владимировна. Простите, конечно, но вот это зачем? Саш, я хочу, чтобы эта трость была вам напоминанием. К сожалению, если бы вы не пересмотрели свои взгляды на жизнь, то очень скоро при вашем состоянии позвоночника и вашем состоянии суставов эта палка могла стать вашим постоянным спутником. Я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Я верю, что в ближайшем будущем ваш подарок мне не пригодится. Я очень на это надеюсь, Саша. Первое обследование с помощью тепловизора. Смог ли актер улучшить состояние суставов? Восемь недель назад сустав был горячий. Сейчас, на сегодняшний день, вот видите этот синенький цвет? Вот он абсолютно холодный. Это значит, что в нем нет признаков воспаления. Восемь недель назад в организме Александра обнаружили бактерию, которая вызвала гастрит. Этот тест показал, что на сегодняшний день в вашем организме нет бактерий хеликобактер пилори. Слава тебе. Поэтому на сегодняшний день вам не грозит ни язва желудка, ни тяжелый гастрит. Но окончательный вердикт доктор Шиповаленко выносит после детальной диагностики. Прежде всего данные гастроскопии, слизистая вашего желудка. Если в прошлый раз, 8 недель назад, было множество эрозий, слизистая была отечная и воспаленная, то на сегодняшний день слизистая розовая, гладкая, блестящая и действительно нет фактически никаких признаков гастрита. То есть мы победили хеликобактер? Гастрит мы победили и хеликобактер мы победили. Коленный сустав, Саша. 8 недель назад и сейчас у вас улучшилась подвижность в суставе, у вас исчез болевой синдром, вам стало легче двигаться. И это значит, Саш, что проявление тяжелого артроза вы от себя отодвинули далеко. Прекрасный день сегодня. Ну и, наконец, состояние вашего позвоночника, Саш. Или не очень хороший день? Конечно, грыжи никуда не делятся, но вы укрепили мышцы спины. Саш, если так продолжать дальше, минимум, чего вы можете добиться, это то, что грыжи не будут расти. Такое бывает? Да, такое действительно бывает. Я очень надеюсь на то, что у вас такой результат будет через какое-то время достигнут. Будем стремиться. Ну, а теперь, Саш, самое главное, ради чего, собственно говоря, мы затевали этот проект. 8 недель назад ваш возраст смерти был 63 года. Сегодня мы все данные обследования опять ввели в компьютерную программу. И на сегодняшний день ваш возраст смерти равен 73 годам. Саш, я вас поздравляю с этим результатом. Ой, спасибо, Татьяна Владимировна. Вам, правда, огромное спасибо. Спасибо. Молодцу. По совпадению, сегодня с гастролей возвращается девушка Александра. И мы, помня обещание актера познакомить нас с ней, устремляемся вслед. Но в последнюю минуту Александр меняет планы. Не-не-не, парни, я вас очень прошу, это уже частная жизнь, это мое личное. Давайте не будем это снимать, хорошо? Не будем? Он уходит. Он спешит к ней. Мы не знаем, какие именно слова Александр сейчас говорит своей любимой. Но очень надеемся, что эта встреча – начало новой жизни, начало новых отношений. Гнаться за мифическим будущим можно бесконечно долго. Но даже самая престижная работа никогда не заменит семьи. Ведь жизнь так коротка. Как продлить свою жизнь, узнаете на сайте такздорово.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова